Мы для себя наметили несколько важных вещей и, собственно говоря, часть из них я уже готов немножко отчитаться. Значит, из намеченных условий ранее выполнены у нас открыт единый колл-центр по поликлиникам, единый телефон, по которому будут отвечать на все вопросы, касающиеся здравоохранения, он будет введен в систему, можно будет по нему позвонить, записаться на телефон, получить какую-то простую консультацию о том, куда нужно обращаться, как обращаться, будет осуществляться перевод звонков на скорую помощь, в поликлинику или в стационар. Второе свершение – это централизация лабораторной службы. То есть у нас в этом году произошло укомплектование лабораторной службы достаточно сложными техническими новинками. Мы поставили большой биохимический анализатор, аппарат, который, делая анализы, сразу выносит данные в карту пациента в автоматическом режиме, в режиме онлайн, сразу выгружает данные в электронную карту пациента. То есть за этим стоит будущее, и мы первые шаги в этом делаем. Кроме этого, открыт кабинет УЗИ при первой поликлинике. Значит, кардиолог при первой поликлинике – это свершение этого года. То есть это была помощь недоступна. Теперь она в первой поликлинике более доступна, а не только является прерогативой нашей центральной второй поликлиники. Значит, во второй поликлинике у нас дополнительно принят один врач эндокринолог. То есть если раньше у нас очередь к эндокринологу была достаточно большая, сейчас эта потребность полностью закрыта. Как бы два доктора у нас принимают. Значит, единственное, что у нас доктор Лор ушел в отпуск, у нас вот эта вот проблема сейчас образуется. Но я думаю, что мы в течение какого-то времени ее решим. То есть этот провал мы заполним. Значит, принято дополнительно у нас три врача в этом году, участковых терапевтов. Они все работают. Значит, дополнительно принят один хирург в ЦАЛОП, Центр амбулаторно-онкологической помощи. О нем я чуть попозже скажу. Значит, принят доктор у нас в Фельмоновскую амбулаторию. И планируется еще педиатр. После окончания года, с самого начала года она приедет. Из глобальных таких свершений в сфере кадрового потенциала. Значит, все-таки мы добились того, что Канск приравнен к городам, в которых дают миллион. То есть со следующего года нам выделяет Министерство здравоохранения для привлечения сторонних специалистов 5 миллионов рублей. То есть мы это будем за счет этих денег укомплектовать амбулаторную службу. Наш Центр амбулаторно-онкологической помощи показывает пока лучшие результаты по краю. Этим можно погордиться. И наше онкологическое отделение, на которое тоже нам, Министерство здравоохранения, Краевой онкологический центр, оказали большое доверие. То есть если все обязаны всех наших пациентов отправлять только в Красноярск, то как раз Канску дали достаточно большие возможности в этом отношении. Часть пациентов получает лечение прямо у нас. В прошлом году на программу онкологии по химиотерапевтическим средствам мы потратили около 2 миллионов рублей. Ну то есть такая сумма определялась перечнем и количеством препаратов. В этом году эту сумму мы смогли увеличить до 100 миллионов. В 50 раз. То есть сейчас вся линейка химия препаратов, дорогостоящих, хороших, правильных, нужных, она любому из наших пациентов доступна. Наше количество схем самое большое среди межрайонных центров. Я не говорю, что мы приближаемся к онкологическому диспансеру, но мы очень хорошо в этом отношении работаем.